Говорим о том, полезен продукт или вреден. И сегодня мы говорим о продукте, который практически исчез с моего стола. Но он, в принципе, на нём и не был, потому что я никогда не был поклонником лапши быстрого приготовления. Многие производители рекламируют это как быстро, вкусно и питательно, и в желудке зажигательно. И сейчас мы будем с этим разбираться. Прежде всего, хочу спросить у зрителей в студии, кто ест лапшу быстрого приготовления? О боже, молодой человек, как часто вы едите лапшу быстрого приготовления? Ну я просто студент, поэтому очень часто бывает. Потому что студенты быстро, постоянно на ногах, движения постоянно, и очень часто мы употребляем лапшу. А есть на ногах же вредно, на ходу? Ну вот так вот получается. Прямо вот идёте и едите, да? Да, иногда в сухом мятку прям ешь. А как же вы на ходу её завариваете? Нет, в сухом мятку прям ешь и открываешь и кушаешь. Прямо с пакетика. Прямо с пакетика, да, и приправу туда ещё. Идёшь, хрустишь, ну уже нормально. Дети даже, дети в школах даже едят. Какая профессия у вас будет, вот интересно? Ну я врачом буду. Вы будете врачом? Идите сюда, иди, 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 встаньте, иди сюда, выходите. Простите меня, пожалуйста, друзья, у нас просто, ну... Сейчас, 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 сейчас. Сейчас вы не будете врачом. Будучи врач-гинетолог. На каком курсе вы? Ну я вот второй курс. Второй курс? Да, хирургии выбрал. То есть вы будущий хирург? Да. Вот представьте себе, что это ваш студент. И он говорит вам о том, что он сухометку ест лапшу. Что вы ему скажете? А вас как зовут? Игорь. Игорь Владимирович. Игорь Владимирович. Ну что же, разыграем сценку на экзамене по диетологии. Какие необходимые человеку макронутриенты вы знаете? Ну, белки, углеводы, то есть... Белки, жиры и углеводы. Углеводы, да. Какую часть рациона должен занимать белок? Ну, белки, это основная часть, третью часть должны употреблять постоянно, потому что белок это очень необходимый элемент для организма. Невосполнимый, что-то характерно. А скажите вот мне, вот в этом вот... Ну, здесь и написано, там нет данных. Ну, вот тут вот написано все. Ага. Да? Ну, прочитайте, пожалуйста. У вас уже на втором курсе зрения балкона. Да, вот приходится читать. Вот тут у нас на 100 граммов продукта содержится 45 граммов углеводов, 8 граммов белков и 15 граммов жиров. Как по-вашему, вот это соотношение, оно для организма нормально? Вы знаете, написать могут абсолютно что угодно. Игорь Владимирович, дорогой. Игорь Владимирович, диетологию учить. Учить. Пересдача на следующей передаче. Хорошо. Все. Да. Ну, есть не врачи еще в зале? Вы интересно? Врач? Нет, я не врач. Обидно, но я менеджер почему-то. Почему обидно? Да. Ну, не врач, я. Ну, не врач. Ну, как спел Сергей Шнуров. Ты один, ты не такой, как все. А, ну это да, это да. Ты работаешь в офисе. Это про вашу песню? Ну, практически да. Дружите с лапшой. Быстрое приготовление. Никуда от нее не денешься. Едите. Ем. В больших количествах. Да, бывает, что и в больших. Так, что у нас с весом? Ну, есть, есть, есть вес. Работа сидячая, ничего не поделаешь. Работа сидячая. Да. Идите к нам. Пойдемте. Как вас зовут? Станислав. Станислав, я вас немедленно приглашаю принять участие в викторине. Вы готовы? Да. Прошу вас. Итак, я думаю, что во время викторины мы окончательно разберемся с быстро приготовленной лапшой, которую я так не люблю, а вот наш зритель Стас ее за что-то любит. Узнаем, за что обязательно. Стас, перед вами две кнопки. Красная кнопка – это ответ «да». Комментировать ваши ответы будет наш эксперт Елена Семеновна Чедия, врач-диетолог института питания РАМ, кандидат медицинских наук. Итак, очная ставка с лапшой начинается. Пожалуйста, первый вопрос. Лапша быстрого приготовления вызывает изжогу? Ну, пока что у меня не вызывало. Пока что не вызывало. Вызовь. Вызовь. Говорит доктор. Сама технология приготовления этой лапши, она подразумевает обжаривание лапши в масле. Так. И, естественно, это масло в лапше остается. И оно, подвергаясь длительной термической обработке, приобретает такие раздражающие свойства, которые в том числе вызывают и раздражение слизистой желудка, и появление изжоги. И это, даже если не принимать во внимание тот факт, что добавки, которые обычно входят в состав этой лапши, вкусовые добавки, они также активизируют выброс желудочного сока. А сама по себе лапша, в общем-то, является продуктом для переварения, которого этот желудочный сок не нужен. Поэтому мы обманываем таким образом свой мозг, и он считает, что мы перевариваем кусок мяса. Давайте послушаем нашего эксперта. Елена Семеновна, вот у Стаса не было изжоги. Ждёмся. Быстро растворимая лапша. Это, конечно, продукт не диетический. И если абсолютно здоров желудочно-кишечный тракт, то изжоги может и не быть. Но если есть какая-то патология, не только желудка, желчного пузыря, 12-ти перстной кишки, а тем более желудка, то изжога обеспечена, конечно. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Лапша быстрого приготовления способствует ожирению? Ну, думаю, что да. И вы совершенно правы. Потому что при том, что она достаточно легко переваривается, она обладает достаточно высокой калорийностью. И по этой причине, в общем-то, это блюдо, которое может способствовать достаточно быстрому набору веса. Спасибо, доктор. Лапша быстрого приготовления, конечно, способствует ожирению по нескольким причинам. Во-первых, очень быстро усваивается лапша быстрого приготовления, поскольку там углеводы, очищенные от клетчатки. Клетчатки там практически нет. Усваивается быстро, повышается уровень сахара очень быстро в крови. Достаточно большой выброс инсулина требуется для того, чтобы усвоить эту лапшу. Я уже не говорю о том, что она противопоказана там больным с сахарным диабетом, да? Но с ожирением она будет усугублять заболевание. Спасибо. Подрасту, следующий вопрос. Лапшу быстрого приготовления можно есть часто? Ну, думаю, что нет. Уже? Да, ну из вышесказанного, из вышесложенного. Есть, конечно, можно, но не нужно. Но не нужно. Да, поэтому правильный ответ действительно нет. А что, Елена Семеновна, происходит с организмом, когда он, например, на протяжении 25 рабочих дней получает лапшу быстрого приготовления? Это не основная еда. Это перекус, причем изредка. Высокая калорийность, да? Достаточно большая потребность в инсулине. Кроме того, там присутствуют вещества, которые, ну так скажем, улучшают вкус пищи. Добавки вы имеете? Добавки, да, добавки. Тот же глутамат натрия. Если он в небольших количествах, он не вреден. Но в больших количествах ничего хорошего для здоровья это не сулит. Поэтому лапша быстрого приготовления – это изредка перекус, когда невозможно принять нормальную пищу, хорошо пообедать или позавтракать. Спасибо. Елена Семеновна, можно задать вам один каверзный вопрос? А вы когда-нибудь пробовали лапшу быстрого приготовления? Конечно, пробовала. Потому что для того, чтобы говорить о чем-то, надо знать, о чем говоришь. Пробовала лапшу быстрого приготовления. Вы опыты на себе ставили? Знаете, не опыты, но всегда, если о чем-то говоришь, надо понимать. Надо понимать, о чем говоришь. Когда мы говорим о голоде, я голодала 28 дней. Я могу сказать, что это такое. Если мы говорим о бессолевой диете, значит, врач должен попробовать на себе бессолевую диету, чтобы больной его что? Я обманывал. Он понимал, что такое. Лапшу я тоже пробовала. Браво. Ну что же, Стас, отрадно видеть, что вы немного задумались о лапше быстрого приготовления, которое вы употребляли в несметных количествах у себя в офисе. Мы надеемся, что вы после нашей программы задумаетесь о том, что вы едите в ваш обеденный перерыв. Нам важно ваше здоровье. Спасибо вам за участие, Викторий. Итак, мы продолжаем говорить о лапше быстрого приготовления в рубрике «Продукт дня». Единственное, относительный плюс можно дать лапше за то, что она быстро готовится. Да, и, видимо, поэтому ее не жалко быстро выбросить. Логично. Ну и прежде всего, это еда на скорую руку, доктор. Безусловно, еда на скорую руку, и это дешевая еда на скорую руку. И вот здесь-то и таится главная опасность. Потому что в погоне за скоростью, в погоне за дешевизной производители очень часто не заботятся о здоровье покупателя. В чем опасность, доктор? Сама технология приготовления лапши, она подразумевает, что предварительно лапша из этого теста, она обжаривается в пальмовом масле. И делают это по той причине, что пальмовое масло очень и очень дешевое. Вот у нас тут есть в чашечке растопленное пальмовое масло. Ну и то оно уже начинает постепенно густеть. Нужно понюхать. Да. Ой. Пальмовое масло относится к категории твердых масел. То есть все растительные масла жидкие, а вот пальмовое масло оно твердое, потому что там много насыщенных жирных кислот. Я еще припоминаю, мы говорили о маргарине, туда добавляют пальмовое масло. Да. Называется это трансжиры. Трансжиры образуются, в том числе образуются в пальмовом масле в процессе его переработки для производства вот этой лапши быстрого приготовления. И пальмовое масло само по себе не является полезным, а уж после этой обработки оно вообще приводит к росту числа сердечно-сосудистых заболеваний среди людей, которые его употребляют. Давайте сейчас посмотрим на состав лапши быстрого приготовления. Внимание на экран. В состав лапши быстрого приготовления входят мука пшеничная, масло пальмовое, вода, соль, загуститель, гуаровая кометь, усилитель вкуса и аромата, глютамат натрия, разрыхлитель, сода питьевая, витамины В1, В2, В6, фолиевая кислота, никотинамид. Лапша быстрого приготовления высококалорийна, может способствовать ожирению и при частом употреблении способна нанести ощутимый вред здоровью. Изначально созданная как продукт для экстренного перекуса, лапша быстрого приготовления должна остаться в списке не слишком полезных продуктов, и ее употребление необходимо ограничить. Кроме того, что там огромное количество вредных веществ, я так понимаю, содержится, оно еще и очень калорийное, да, доктор? Да, безусловно. Это очень калорийное блюдо. Оно и было предназначено для людей, которые ведут очень физически активный образ жизни. Ну, вроде лапша, допустим, обжаривается во вредном пальмовом масле. Но итальянцы-то едят макароны? Да, итальянцы едят макароны. Но, во-первых, это макароны из твердых сортов пшеницы. Другие? Другие. Их и производят по-другому. У них даже калорийность в два раза ниже. Именно в силу того, что никакому итальянцу не придет в голову свои любимые спагетти обжаривать в пальмовом масле перед тем, как есть. Безусловно. И потом их только варят, уже спагетти. Причем не просто варят. Их варят частично, то есть не доводя их до разваренного состояния. То есть внутри макароны остаются твердыми. И это приводит к тому, что всасывание глюкозы в процессе расщепления крахмала происходит значительно медленнее. В то время как вот эта быстро приготовляемая лапша... То она уже обжаренная вся. Она уже обжаренная и она приготовлена из муки очень тонкого помола. И в результате она всасывается очень быстро, создавая очень высокую концентрацию глюкозы в крови. Можно ли как-то обезопасить себя? Продолжать есть эту, по-моему, вредную лапшу, но если ты ее употребляешь, хоть как-то себя обезопасить? Безусловно, лучше этого избегать. Но в том случае, если уж вам никак не удается этого сделать, вы можете взять какую-то такую банку, ее открыть. Из нее вот эти пакетики с химикалиями нажористыми убрать, взять лапшу. Вывалить. Вывалить. Залить ее кипяточком. И пока этот углеводно-жировой концентрат продолжает настаиваться, сделать самое полезное, что вы в данной ситуации можете сделать. Взять огурец, помидор, пусть даже капусты, то есть любых овощей сырых и съесть вместе с этим приемом пищи. Потому что, во-первых, это замедлит всасывание в кишечнике, во-вторых, это приведет к связыванию некоторой части жиров, которые там содержатся. Мы будем говорить вам об этом снова и снова, потому что мы хотим, чтобы вы, именно вы, кто сейчас нас смотрит, были здоровыми.